Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы рассмотрим, как организовать ограниченный доступ к чему-либо при помощи клавиатуры. Для реализации данной задачи нам понадобятся модули и компоненты, которые легко можно найти. Не обязательно использовать такие же модули, как и у меня. Их можно заменить на логичные. Итак, вместо макетной платы я использовал модуль расширения для Arduino Nano. Компания Fanduin его выпускает. Также я использовал Arduino Nano и два светодиода. Arduino Nano является самой простой распространенной платой, которую можно найти. Также я использовал модуль реле. Я использовал четырехконтактную, потому что другой не было в наличии. Вообще нужна одна. Также использовал матричную клавиатуру размером 4х3. Она удобная, гибкая и также имеет клейкую основу. Ее можно приклеить практически на любую поверхность. Также она имеет вот такой вот интерфейс подключения. Далее все это необходимо собрать по схеме, которую вы увидите на экране. Приступаем к подключению всех компонентов друг к другу. Субтитры сделал DimaTorzok Не обязательно использовать такие стадиоты, как использую я. Просто у меня они были в наличии. Их легко подключать к плате расширения. При подключении клавиатуры я использовал четыре зеленых провода для подключения строк и три красных для подключения столбцов. Для подключения к Arduino клавиатуры используются пины от второго до восьмого, начиная с красного крайнего. Приступим к написанию прошивки в среде разработки Arduino IDE. Ссылка на скетч библиотеки будет в описании под видео. Прежде чем начать работу с кодом, нам необходимо подключить необходимые библиотеки. В нашем случае это библиотека Keypad. Она позволяет работать с клавиатурами, которые мы будем использовать. Маточный клавиатур. Далее нам необходимо определить контакты, к которым будут подключены реле и светодиоды. После этого нам надо указать, сколько будет элементов в нашем кодовом шифре. Создаем переменные, которые нам необходимы. Массив с верным кодом. И в скобках мы указываем элементы, которые будут набираться с клавиатуры. И сравниваться они потом будут. Также у нас будет присутствовать счетчик нажатия и счетчик совпадений с верными клавишами. Далее нам необходимо определить количество строк и столбцов нашей клавиатуры. И создать таблицу соответствия этого. Далее нам необходимо определить объект клавиатуры для работы с ней. После того, как мы предварительно все это указали, в функции Setup мы указываем, что светодиоды будут Output и Relay, это тип. И Relay сразу надо поднять вверх, потому что у нее инверсный ход. То есть, когда она High, она выключена. А если Low, то она включена. В цикле Loop мы проверяем следующее. Изначально мы зажигаем красный светодиод, который сигнализирует в том, что наша дверь или что-либо закрыта. Далее идут операторы условия IF. То есть, мы там проверяем, нажаты ли наши кнопки и как они совпадают. То есть, если у нас нажаты кнопки, она совпадает с кодом, то у нас красный светодиод гаснет, загорается зеленый и включается реле, который открывает какое-либо устройство. Длится это 5 секунд, после чего опять загорается красный светодиод и цикл продолжается. Если же код неверный, то у нас продолжает гореть красный светодиод и нам надо подождать опять же 5 секунд, чтобы мы могли ввести следующие значения. Заливаем скетч на нашу ардуину и ждем результат. После прошивки вы должны увидеть следующее. Горящий красный светодиод и ничего более. Теперь мы введем пароль, который задан. Загорелся зеленый светодиод и загорелся светодиод на реле. Значит, у нас открылась дверь. После 5 секунд загорелся опять красный. Попробуем ввести неверный пароль. Как видите, ничего не изменилось. Надо подождать 5 секунд. После 5 секунд можно попробовать снова ввести пароль. Введем верный. Вводим его и видим, что светодиод загорелся. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Субтитры подогнал «Симон»!